Морозы у нас не прекращаются. Вон кто-то кого-то прикуривает машины. Ночью было минус 31. Посмотрим на поведение машины утром. Сейчас наверное, ну минус 20 точно. Стекло заморозилось? Нет, стекло не заморозилось. Посмотрим как заведется. И прокатимся по этой солнечной зимней погоде. На улице просто красота. Почти не облачка нет, там только вдали. Погода классная. Так, давайте запускаем автомобиль и в путь прогреваем. Отряхиваем от снежка и все. Тормоз, погнали. Опа, аж до 2000 подкинул тахометр. Но справилась с задачей. Сейчас он нам покажет градусы. Я говорю, ночью смотрел до минус 31 доходило. Вот минус 20. Но на самом деле холоднее. Ветрище на улице. Естественно, в такую погоду идет пара за рта. Даже наверное не пара, а как будто бы я пошел в разнос, как автомобиль. Вот так вот. Четырых человек посадишь и будешь как в тумане тут. Уже 41 минута. И вот только сейчас стрелка температуры охлаждающей жидкости будет. Начала подниматься. Еще, в принципе, чуть-чуть подожду и можно будет ехать. Видно, что морозис был посильнее. Чувствуется по машине. Обороты были дольше держала. Высокие в начале. И, ну, соответственно, прогревается немного дольше. Это при условии еще. Солнышко встает вон там. И вот так идет, 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 идет. И за дом прячется. То есть машина все утро стояла на солнышке. Это, конечно, немного помогло ей. Повезу ребенка в школу. Привет, привет. Учиться надо. А то блогером станет. Возможен гололед. Блин, я руль забыл. Обогрев руля включить. Только что включил. Руль леденющий. Просто жесть. Просто жесть. Смотрите, какое солнышко выглянуло. И все. Красота, да, Вика? Да. Только в лес ехать. Все, давай, пока. Пока-пока. Ну вот, все, ученица пошла получать пятерки. Отличница. Отличница. Так, ладно, едем дальше на трассу. С города сруливаем. Надо нам съездить по делам. Минус 20 так и показывает. Расход полтинник. В принципе, нормальный расход. Для этого автомобиля. Все-таки двигатель объемный. Душечка. Направо. Прям в солнышко. В пекло. Как говорится. Машина уже, ну, в принципе, почти прогрелась. Будет во вторую смену. Кстати, ребенок. Учится с часу. И вот. Ну, до пяти там. В среднем до пяти. Обогрев можно включить другого. Что-то иней так и не это не сходит. Пока она, потому что прогреется, это будет очень долго. Кстати, обогрев лобового стекла помог. Весь иней и туман, что был на стекле, сошел. Можно отключить даже, еще он не успел отключиться автоматически. Это хорошо, что, знаете, руль не выключается автоматически. Ну, может, выключается когда-то, но... Одного включения хватает очень на большой промежуток времени. Как бы, вот это вот хорошо. Едешь, держишься за теплый руль. А то бы я сейчас просто у перчаток нету. Офигевал бы от таких морозов. Просто кончики пальцев не чувствуются. Я сейчас в Рошале. Мне детей надо на занятия вести. А, ты в Рошале уже? Нет, сейчас поеду. Сейчас вот буду выезжать через 20 минут. Ну, через 20 минут. А я уже в Бурдуках. Ну, хочешь, ну, заедь, если хочешь, чтобы что, побольше... А я не знаю, куда ехать. Если бы ты мне объяснил, где твой дом находится, твои хоромы, я бы заехал. Ну, короче, в Бурдуках на право завернешь. Возле клуба? Смотри, через 20 минут выезжаю уже. Возле клуба? Вот. Ну, нет, не клуба, а где? Там на Дмитровку поворот. А, чуть подальше. Все, я по... Где колодец? Надо там прямо указать. Где колодец? Да, вот, там. Да, да, да. Там этот колодец есть. Туда дальше едешь по прямой, дальше остановка. Так. Сейчас я к нему заеду. Сейчас заедем к хорошему моему товарищу, с которым я учился. И жил три года вместе. Ну, в плане на частной, когда учились. Вот. Так что, КМС под Зюдо. Посмотрим, что у него там за дом. Ну, и вообще, поздороваться. Смотрите, где Ванек живет. Ну, он, вернее, здесь дом строит. Прям в лесу. Вообще, просто в лесу. Вот. А эта деревня заканчивается. Она, в принципе, вблизи дороги стоит. Вот, в бордуке. А дальше идет следующая деревня. Она вообще в лесу. И не прелесть ли, да? Жить в лесу. Тишина. Спокойствие. Свой дом. Детишки пягают по двору. Вообще, просто благодать, по-моему. По-моему, благодать. Ну, здесь где-то. Вот, дома строятся. Где-то здесь его дом. Терра Ностра какая-то. Я здесь и не был ни разу. Вот тоже дома строят люди. Где-то и у него, он сказал. Домик тут находится. Так, ладно. Сейчас посмотрим. Ну, прям в лес дорога уходит. Там нету дальше ни шоссе, ничего. Ни слева, ни справа. Вообще ничего нету. Просто лес глухой. И вот посреди леса деревни и дома. Обалдеть тут просторы. Ягоды, грибы. Вот это вот хорошее место. Ваня умный. Смотрите, какая красота здесь. Да, благодать. Вай, пару слов туда-сюда сделай. Давай, давай. Сделай пару слов. Привет, Артем. Ну, что, ты попал в кадр. Я понял. Ну. Все, разрешаю на съемку. Добро даю. Че, блин, тачка, смотри, какая прикольная. Айча. Моя. Да ладно. Ты на ней ездишь? Да. На оке? Да. Куда? В дом. А куда заводить? Да нет, в дом-то зачем мне? А че? Да нет. Я просто детей собираю. А вот что? Не сам стоять. Не езжай, говорю, что с детей мне надо. Не, я понял. А Акача? Моя. Блин, это кадр. А зачем тебе третья машина? Деревенская машина? Да, ты можешь снимать. Акушки какую-нибудь. Ты надо то издравить сделать, не аж. А че, да? Делай что-то. Ну ладно. Заросла ты и взрывай. Ты ее что, заводишь даже? Да, 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 я ей что-то не рамку поеду. Блин, Ака. Ты туда. Найки ездит. Не ожидал. Так, на оке подрежешь такого. Это дзюдоиста. И вылезет. И за руль сяду. Ака. Я не ожидал, что приеду и в Аку сяду. Сцепление что-то такое прямо. Оно есть интересно? Ну да. Считаю, вот дверь удобно. Открыл все, чек-пук. Датчики, как в семерке. Панель как в шестерке. Типа того, что ли. Я первый раз в Аке сижу, если честно. Вообще первый раз. Дверь-то какая большая. Окно сзади меня. Смотрите, я сижу, а окно сзади меня. Охренеть. Зеркала вообще. Там да, как он отсюда выезжает-то. А то зеркало совсем не туда смотрит. Летом надо обзор на нее сделать. Покатнуться. Не замерзай. Так вот. Как знаешь, это как соляра. Как соляра. Минус 30 градусов. Минус 30 градусов. На улице сколько было? 31. У меня тут 29 было. 29? Не выдержало. Ну вот уже. А как же прыскать-то? А у тебя такая же залито? Да. Размазываешь ее по стеклу, а она стекает. Охренеть. И кинешь, и то хреново будет. Не знаю, куда теперь делать. Ты что, Владимир брал, где-то? Не, в Орехово. Там много лаерских перекупчиков. Все, в принципе, я еду дальше по своим делам. С Ваньком поболтали, побеседовали. Ну, давно не виделись. Мы года два не виделись с ним. И оказывается, у него АК есть. Свой дом уже. Вот так вот бывает. А учились в одном институте. А у кого-то дом уже и АК. Ну, ладно. Суть не в том. Суть в том, что он сказал, приезжай, бери АКу и снимай что-нибудь. Можно, говорит, и Ниссан снять. Без разницы. В общем, приезжай, что-нибудь придумай. Просто надо подобрать в выходные дни, чтобы совпадали у меня у него. Так как ему на работу. Сейчас он торопится. Кстати, он едет сзади меня на Ниссане. Уже тоже едет. Уже по своим делам. Вот. Ну, как-нибудь, то встретимся. Что-нибудь то сниму. Про АКу что-нибудь расскажу. Покажу интересного. Он сказал, кстати, что АК очень проходимая. И где только он на ней не лазил. Как ни странно. Ну, можно, короче говоря, покататься. И обозревать АКу. Еще вспомнил. У меня день рождения 3 декабря. А у Ванька день рождения 4 декабря. И то есть, когда учились. Получается, когда жили. Ну, жил у нас там где-то человек 5. Мы снимали дом. Частный дом снимали и жили в нем. То есть, у нас была своя кухня. Ну, короче, дом снимали. Частный. И жили там пятером. Пять человек. Пять пацанов, которые учились в институте. Вот. И, соответственно, в связи с днем рождением. И грядущими днями рождениями. Естественно, начинаешь праздновать не 3 декабря, а 2 декабря. А заканчиваешь не 4 декабря, а 5 когда-нибудь декабря. И это все происходило в институте. Ну, как. Потому что учишься 5-2. Ходишь в институт. И после этих посиделок, утром просыпаешься. Лежишь в кровати. Там у каждого своя кровать. Спали в одной комнате все. Комната здоровая. Всем места хватало. Глаза открываешь там. Андрюх, ты в институт идешь? Я ко второй паре, Тём. Давай. Там еще Артем. Я с нами учился. Тём, ты в институт идешь? Я не знаю. Я спать. Вот так вот спать. Ванек, ты идешь в институт? Ну, можешь пойду ко второй, ко третьей паре, короче. Ну и все, все уснули. Просыпаюсь, время 12. Все так же спят. Когда в институт идем? Пошлите завтра. Кто за... Все, завтра, да. Все, я за... Да, завтра, завтра, завтра. И так далее, и так далее, и так далее. Много историй. Ничего вспомнить. Блин. Даже всего-то и не вспомнить, наверное. Что было. Но было прикольно. Такие времена классные. А что интересно, вот в мороз всегда дорога хорошенькая. Не скользкая, хотя кажется, что лед на дороге газу даешь. Машина не буксует, как вот при нуле градусов. Вот эта самая противная погода, это 0, плюс 2, там 2 градуса, плюс 2, минус 2. Вот это самое противное. То есть все тает, замерзает. А здесь замерзла, вся вода вымерзла, и то есть едешь нормально. Вообще проблем нету, дорога катись и катись. Хотя вот минус 20 градусов. Ну, а здесь вообще, смотрите, все вымерзло, вообще воды нету. Ну, то есть даже темных пятен нету, замерзших на асфальте. Просто прелесть. А еду я за коровьим молоком. Давно вы, наверное, да. Все, кто из больших городов, уже, наверное, вкус забыли. Коровьего молока. Сейчас я вам покажу баночку с коровьим молоком. Нужно пить, пока есть возможность, и питаться нормальными продуктами. С грядок, с огородов, как Ванек, наверное, все лето кушает. Ну, и мы, естественно, у бабушки там сажаем. И пить молоко нормальное, пока оно есть. Его скоро вообще не будет. То есть я на работе, ну, на работу бывает, берешь молоко себе, литрушку возьмешь, мужикам предлагаешь, будешь молоко. Ну, там, Коля, Коля, будешь молока? Не-не-не-не-не, ты что, я уже давно не пил. Я знаю, что вкусно, говорит, но я чувствую, что у меня желудок его не воспримет. Ну, то есть желудок отвык, и, ну, в туалет будешь просто бегать, банально, и все. Как боится, он чуть-чуть пьет, он глотнет, блин, так же вкусно. Ну, я, говорит, боюсь, мне сейчас в метро, и, то есть, ну, не пьет. Глотнет чуть-чуть или в кофе добавит, а так нет. А я могу вот пол-литра за раз, хоп, и все, и куда хуже иди. Ну, то есть, вот так вот. Драктора работают. Пора в четвертый новый. Смотрите, какая природа. Когда едешь, просто не налюбоваться. Особенно вот елочки вот такие вот, которые снегом припорошены. Выглядит вам бездна. Так, молоко козье, молоко коровье. Полезное для здоровья. Тепленькое еще. А если постоит коровье молоко, вот так вот на подоконнике где-нибудь поставить, и вот такой слой сливок будет, вот столько, сверху. Снимай и ешь хочешь. Вот такая вот баночка с молоком. Вкусненьким. Очень приятненьким. Солнце уже садится. Практически закат. Скоро будет. Время. Три. Вот и день прошел. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И пока. А мне сейчас снова в детский сад, в школу, туда-сюда. Мотаться, кататься опять. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok